Модельный ряд рекордеров от Zoom своим разнообразием удовлетворит любого. Также некоторые модели позволяют менять подключаемый микрофон, расширяя сферу применения рекордеров. Несмотря на немалое количество рекордеров, в модельном ряду пополнение. Компактный полевой рекордер F1 в двух вариантах комплектации. Упаковки разделены по размеру и отличаются комплектацией. Младший и более дешевый содержит сам рекордер, петличный микрофон с фиксируемой гайкой, клипса на корпус для фиксации на одежде, три сменных ветрозащиты для петлички, крокодильчик для закрепления на одежде, пара батареек и мануалы. Увы, но Zoom перестал ложить карты памяти в комплект с рекордером. Хотя бы на 2 гигабайта флешка была бы кстати. К самому рекордеру еще вернемся, а сейчас возьмем коробку побольше, в которой нас встретит все тот же рекордер, но с другой комплектацией. Помимо самого рекордера в комплекте сменный направленный микрофон и минуемый пушкой. Большая ветрозащита для него, антивибрационный подвес для закрепления на камере или зеркальном фотоаппарате. Также на нижней части подвеса есть стандартная резьба для стойки. Витой кабель миниджек для подключения к камере и по стандарту пара батареек и мануалы. Это есть свои плюсы и минусы, и каждый решит сам для себя, какой выбрать в зависимости от того, как вы собираетесь применять рекордер. Взглянем более детально на новое творение от Zoom. F1 представляет собой очень компактное, но производительное устройство. Две рейки на задней крышке выполняют две функции. Одна это закрепление на ремне. Просто продеваете ремень через них и надежно закрепляете на поясе. Второе это установка антивибрационного подвеса из комплекта подороже. На нижней части два разъема с резьбой для фиксации. Левый для подключения внешнего микрофона петличного типа. Правый для подключения наушников или внешнего источника записи. Ну или будете использовать рекордер как mp3 плеер. На левой грани качелька регулировки громкости в наушниках при прослушивании или мониторинге. Но если вы подключаете рекордер к внешнему устройству для записи, то регулировкой уже будете детально и более точно настраивать громкость записи, делая тише или громче. Ниже разъем microUSB. Разъем позволяет использовать рекордер в качестве внешней аудиокарты, либо картридера. При подключении будет соответствующий запрос на экране. При выборе внешней аудиокарты будет запрос на вариант питания, либо батарейки, либо внешнее питание по USB. Ниже очень неудобная крышка батарейного отсека. Неудобная она по типу своей конструкции и расположению. Используются мизинчиковые батарейки типа 3А. На правой грани заглушка слота для microSD. Максимальный объем которой позволяет использовать карточки до 32 гигабайт. Ниже переключатель для включения и блокировки устройства, чтобы ни одна из кнопок случайно не были нажаты. Сверху под пластиковой заглушкой скрывается разъем для сменных микрофонов. Которые думаю будут знакомы обладателям старших версий Zoom серии H. Фиксируются капсули с помощью защелок, поэтому случайно вы ничего не потеряете. Далее идем к органам управления. На передней части управляющие клавиши. Первая позволяет выбрать режим записи. Максимальное качество записи это 96 кГц и 24 бита. Далее функция low cut, то есть отсекание низких частот, шум ветра, вентилятора и прочие раздражители. Выбирайте вариант, который вам наиболее приемлем. Следующая кнопка это лимитер. Он по сути не дает вашей записи быть испорченной. Снижает перегрузки и громкие пики. Разумеется они будут, если постараетесь, но микрофон не потеряет сознание от перегрузок. Последняя в ряду кнопка позволяет выбрать несколько пресетов усиления микрофона от низкого до высокого при подключении петличного микрофона. При установке микрофона на верхний разъем управления отсутствует. В этом месте будет выведено название внешнего микрофона, а усиление самого микрофона будет осуществляться непосредственно на корпусе внешнего устройства. Далее по управлению большая утопленная кнопка записи. Случайно не нажмете, нужно втопить. Выше вертикально расположились пару кнопок управления прослушиванием записи. При прослушивании кнопка эффектов меняет свои функции, позволяет ставить на паузу, листать и удалять записи. Наблюдаем мы это все на небольшом монохромном дисплее, который можно сделать контрастнее, установить время подсветки. Экран хороший и даже на солнце его будет прекрасно видно. С настройками, я думаю, покопайтесь сами, их не так много, зачем же лишать вас удовольствия. Какие же плюсы и минусы данных комплектов? С одной стороны направленная пушка имеет отдельный микрофон и антивибрационный подвес, который может пригодиться тем, кому не нужна пушка. Также с петличным комплектом имеется клипса для крепления на одежде, но в то же время может быть не нужна петличка, так как допустим есть своя. Каждый комплект имеет свои ограничения, но если говорить о том, что такое Zoom F1, то несомненно это отличный рекордер, который способен заменить массу внешнего оборудования. Уровень качества и вариативности позволяют рекордеру обойти многие комплекты для записи звука. Компактный, удобный, мощный и несмотря на пластиковый корпус, прочный и сильный. Производит изначально только хорошее впечатление и в процессе работы не разочаровывает. Качество записи и уровень шума обычной комнаты без изоляции вы слышали в процессе просмотра обзора, с переключением на разные варианты. Звук был записан как есть без последующей обработки, то есть шумами и наводками. Меня Zoom удивил и я стал всем более чем доволен. От себя лично рекомендую к покупке, ну а я на сегодня закончу. С вами был Евгенович, всем пока.